Здравствуйте. Красавцы такие. Иду, иду. Ага. А вот он рядом. Это котик вот тот, что побили тогда, да? Нет. А тот, что умер, да? И кошка потом. И кошка. Вот сволочи. Прибежала, пищит, пищит, пищит. Бориска говорит, она прибежала прощаться с тобой. И богу, правда. Она пищала, потом и не пришла. И оказалось, у ней три котенка. Ой-ой-ой-ой. Ага. Видишь, вот животные, как люди. Она пришла сказать, что поберегите детей моих, да? И там Лена. А где котята ее сейчас? А знаешь где? Вот там Лена через красный дом там есть. Ага. Она за ними ухаживает. Ну, говорит, что-то так не растут. А ты, говорю, хочешь, чтобы они сразу росли. Они не сева. Я тебе должна что-то рассказать. Ну. Вот видишь, однако, однако. И какой-то вред хотят сделать, чтобы котов не было, да? Как у вас вообще настроение перед зимой? Ой, плохое. Для чего? Зиму не любите? Один глаз начал. Начал вслепнуть. Да. Рука. Я когда-то упала, рука болит, так как погода портится, так как рука болит. Колено, это же. Колено, так. Ну и болит тоже на погоду. Ну, что хорошего. 83-84. Ничего, все хорошо. Да, все хорошо. Все хорошо. Кожа не была. Красивая какая. Ой. Она же дома в пятом доме в подвале. Сюда приходит, да? Ага. Сюда приходит, кожа. Но знает, как только увидала меня, так, бегом сюда, бегом, бегом. А вот помнишь, тут Мурочка была? Ну, да, 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 да. Она на цоколе сидела. Сидела, да, на москве тут. И вот в один прекрасный день ее нету. А вот там возле мусорника, я их когда-то кормила, и мужчина такой высокий. Высокий-высокий. И мне говорит, и мне говорит, я, можно, я, говорит, мне так эта кошечка нравится, беленькая. Я как, я беспризорная. Это не тот, что на дачу забрал, потом она прибежала? Кто-то забирал, помните, на дачу туда? Не знаю. Не, я не знаю, кто забирал. Вот тут мужчина в доме, так он говорил, что ваша кошка мне устроила в доме, мол, обгадила все. Ой, прям там. А я говорю, надо же учить ее. Так сколько у нас тут, три осталось, да? Три осталось, да. И вот этот мужчина высокий, он мне говорит, я беспризорный. Как только я оборудую бункер на зиму, я вот эту кошечку возьму. Вы не возражайте. Я говорю, я думаю, что вы будете, вы будете с ней обращаться нормально и не будете обижать ее, да? Беспризорный и то, да, видите? Ага. И он говорит, хорошо. А потом я его вижу здесь, он. Такой высокий мужчина, прям под окном. А кто, я не знаю, кто это. Ага, не знаю. Вот это же он, он мне говорил, что я, и он принес пакетик. Я говорю, только я говорю, не знаю, как вы ее будете, она, они пугливые. Вот она меня-то знает. А потом через день нету кошки. Ну, уже забрал, наверное. Забрал. А я вот недавно там зрительница одна написала, что, ну, позвонила, говорит, кот, там где тупик первого трамвая, котик там, чей-то видно был, то ли жил где-то, может быть там, не знаю, как его то ли выставили на улицу, то ли что, он кастрированный. Шесть лет, и мы его забрал туда, поехал. Он сидел там возле института одного, на такой отмостке, вот месяца два с половиной. Я поехал, его там, снял видео, выложил уже в интернет, и нашлась ему хозяйка сразу, ну, нашлись люди, которые заберут. Я его забрал в больницу. Представляете, у кота спит. У котов бывает спит, вот, котячий. Ну, она забрала домой его, как бы ничего не это самое, не побоялась, что болячка, поэтому пристроили кота еще одного. Так все, слава богу. Ой, а мне с этим вот котом, где он мой? Вот с тем, приключения. Сижу дня три тому назад. Как и я ж подстилаю. И так сижу. Еще Люба, соседка, рядом сидит. И вдруг, и вдруг он как, схватит меня за ногу когтями. Еще мы длинный не носили. Было тепло. Как пошла кровь у меня с ноги, все. Она мне дала, дала мне, значит, дала эту, как и надо. Бинт, или что? Вату? Не бинт, а эту. Ну, ладно. Заскакивает у бабушки. Вот, слушай, и течет, и течет, и течет кровь. Ну, наконец, мы домой, а тут приехала моя приятельница, пошли, остановили это все. И она говорит, ну, полежи пока немного. Я лежу. И вдруг, как начала вода у меня идти с ноги. Да. От чего вода? Не знаю. Ну, наверное, я так... Может, отечность ног, может, как-то оно... Наверное. А что ж, оно под кожу идет, чешу? Наверное. Куда жена? И ты, представляешь, даже тапочек комнатный, мокрый. Ага, она уехала, а я смотрю, думаю, что такое у меня мокрое? И так вот... Ой, и два дня. Может, ноги отекают, да, может, отекают. Два дня у меня такое. Ну, может, хорошо, что стекло. Да. И вот такие вот чудеса. Лучше ты мне расскажи, как ты путешествовал. Да ничего, хорошо съездил, отдохнул. Ну, хорошо. Ты где был? В Шри-Ланке был. В Шри-Ланке? Да. Что там интересного? Что там интересного? там океан. Так. Интересно, вот, посмотреть было, как местные жители живут. Вот, конечно, другой менталитет, другие люди, как бы, я бы не смог бы, наверное, там жить. Вот, ну, там дешевые фрукты, везде кокосы, везде не пьют эту воду кокосовую, прям сразу свежие кокосы рубают, пьют это молоко кокосовое. Вот, ну, интересно было посмотреть, как бы, на быт их, на их жизнь. Ну, конечно, еще бы туда раз я не поехал. Океан, волны большие были, очень опасно. посмотрел, да. Очень опасно, так заходишь в океан, и тебя, казалось бы, по колено стоишь, оно тебя затягивает, идет волна на берег, и с под низом, она как бы тебя тянет назад, сильно, очень опасно, и много людей. Крокодила был в тот период, сел там, британ, крокодил сел британского журналиста, 25 лет, по-моему, парню, закончил Оксфорд, да, и пошел где-то руки мыть в какой-то залив, его крокодил схватил и уволок домой. Я думала, сейчас этого и нет уже. Ну, там крокодилы, там обезьяны бегают, интересно, были буддийские храмы, посмотреть, там прям в храмах, вот в округе везде обезьяны прыгают, прям на деревьях, на домах, ну, варанов много так ползают, там где-то, на речке плавал, там, ну, так. Я же, а у них пока как бы не сезон. Ты один? Нет, с приятелем ездил. С приятелем? Да, у них как бы сейчас не сезон, то есть волны большие в океане, вот сезон у них там, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Это какой у нас океан? Индийский? Это индийский, да. Индийский. Вот, потом с работы, тоже с другом ездил в Турцию, отдыхать тоже там. Ну, это более уже к нам. Ну, это более такое, и более цивилизованное, но и более для туристов сделано так. Ну, интересно, то на Слонового смотреть, там, ходил-то туда-то сюда, так вот, в общем. А вот сейчас их не приезжает президент, да? Турецкий? Да. А я даже не знаю, я ж новости вообще не смотрю. Ну, сказали, что должен приехать. Наверное, на воскресенье, на вчерашний день. А что он делать будет? А я не знаю, какое-то было, здесь ни один, нет, ни одна страна, все, и кого-то, и кого-то убили. Да. Я тоже выключила, потому что не могу это все слушать. Да, ну да. Ага, это вчера было. Это новости, посмотришь, наверное, как фильм ужасов. И ты знаешь, я недавно прочла книгу, это, борьба СССР и Штатов за космос. Ага. Слушай, такая страсть, такая страсть. Ну, как бы за первенство, да, кто осваивал там. Ну да, ну, и за луну, и за луну, да. И вот, Комарова, ты же слышал фамилию такую, Комаров? На недельку до второго я уеду в Комарова. Ну вот. Это тот Комаров? Это под Питером где-то? Нет, это, это Комаров, это космонавт. Их несколько, Севастьянов, Комаров, Баранов. Ага. Вот, вот. И ты можешь представить, он не сумел справиться, свой парашют выпустить, да? И полетел. Вниз так. Полетел, а со скоростью 50 километров в час. Ой, Господи. Страшно. и сгорел по пути. И вот пока... Из космоса что ли выпал? Ну, вот он там, да. Сгорел, короче, пока летел. Да, да, да. И он уже назад должен был возвращаться. И вот, ты представляешь, показывают в гробу его, он весь какую-то сгорел стекляшку. Страшно. И там очень много про Гагарина. То, что мы знаем, то это не то. То, что случилось с Гагариным. Его самолет последний раз, когда он полетел, он в тайге очень глубоко врезался. Не могли достать даже. Знают это только место. И вот его жена, ну, уже дети взрослые, внуки уже, да, и они приезжают на это место один раз в год. И она не хочет даже ни с кем с корреспондентом. Она ни с кем не хочет. Да. Потому что, потому что, так как нам рассказали, так это все не так было. Да, что раньше оно все засекречено было, и правду скрывали. что, я вот эту книжку прочла, это называется «Золотая серия». Это такая объемистая книжка. И вот я поняла вот что, что наши политработники лезут не в свои дела, ничего не понимают они, понимаешь, ничего они не понимают, а лезут, приказывают и все такое, и гибнут люди. Один раз 76 человек погибло, нам об этом не сказали. То есть, засекречено, да, все это? Да, теперь я это прочла уже. Ой, прочла эту книгу, да, много хрущев сделал, сделал в кавычках, из-за того, чтобы впереди Америки быть, да, вот. Да, гонка была вечно. Да, да, да. Догнать и перегнать. А когда выбрали президентом Джимми Картера, так он сказал прекратить своим сказал прекратить космонавтские вот эти вот дела все, да? Вызвали нашу делегацию и прекратили. А сколько вот этих собак в космосе? ты бежишь. Сколько собак погибло в космосе? да. Сколько их там было? И сейчас скажу. Значит, хотел до Гагарина поехать на букву Т. Вот я забыла. Вот тут у нас знакомый у меня вот тут летчик живет Андрей. Андрей. Так он мне недавно говорил. А вы знаете, что вот эту фамилию? Я слышала, что до Гагарина он хотел полететь, да? хотел полететь. И потом Титов еще. Титов, Вот. Ну, в общем, в общем, у меня настроение после этой книги думаю, ооо. Мы ничего не знаем. И сейчас ничего не знаем, что происходит. А вы не видели Гагарина вообще? Никогда не приезжал он не видели. Он в Днепропетровск может и приезжал, но я не видела. Нет. Может и не приезжал, я уже что-то не помню. Да. Ну, что Гагарин тоже ему скажут вот так, значит надо так, да? Ну, конечно. Помню, мы в школе учили, про Гагарина все это. Это конечно личность была. И Терешкова, про Терешкову. Терешкову послали, она очень плохо себя чувствовала. Без конца ее тошнила в космосе. Вот, она там мало была. Значит и больше она не смогла. В общем, они не дорабатывали программу и посылали людей. То есть неподготовку качественную не делали? Да. И вот это вот результаты. Тот погиб, тот еще что-то. Но больше всего комаров. Загорел. Стекляшку какую-то загорел. Да. Сейчас космонаврскими делами никто не заведует. Только музей космонавтики есть. И все. Ну и слава Богу может быть. Правда? Да ну и космос тут на земле. там жить? Сейчас же планировали я слышал что на Луну экспедицию какую-то чтобы жить там. Зачем это? Ну это лететь и лететь это в один конец то есть люди собирается команда которая якобы должна была полететь и там остаться осваивать и все навсегда ну как это что это за глупость планировали у нас там такой кусок был 3 3 гектара это это вот приятель соживет 3 гектара или сотых 3 гектара это же не только у меня нет а то есть общий да был общий кусок там это был военных потом учителей да ну и вот она мне сделала давали по пять соток по пять соток у нас много было вот я тебя задерживаю не ничего слушай я это и вот я значит это было в сентябре месяце мы уже собирали там все с огорода вот ну и дежурили потому что когда все поспевало находились уже такие кто мы работали а они собирали да как говорится ну и мы женщины дежурили охраняли этот участок значит днем а вечером сменяли нас мужчины там там были военные отставники у нас он рядом со мной на 13 там был это был полковник летчик и вот они нас сменяли ночью дежурили пришла я рано а мы с одной там бабушкой соседкой вместе дежурили и вот значит прихожу а ее нету и думаю что ж такое что ее нету она обычно раньше меня приходит да а потом решила ну пойду на огород на свой посмотрю как там и вот иду я вот так когда идешь другим глазом тоже боковым видишь да что-то мне привлекло мое внимание я смотрю что такое непонятно на небе да и вот вот привязывают причал вот и вот значит смотрю что такое непонятно на небе да и он сделан таким ромбом прямо ромбом вот таким и чуть не ну мне-то кажется что он до земли достал а он на самом деле не достал до земли ага смотрю думаю такого я еще не видела что такое на небе да и вот вот так вот ромб да а внутри значит четыре я их сама назвала секции ряд ряд черные такие вот черные 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 четыре ряда да и смотрю просто удивительно что это такое ага потом вдруг вот это как она как она а вот это ромб исчез и разделилась на два и как дети рисуют нарисуй цветочек знаешь как и два вот так два таких да и внутри опять вот эти черненькие три ряда отсеки да ага и вот значит ну тут я уже начала понимать что это передо мной да да вот и а потом никого же вокруг нету ага потом опять исчезла вот этот цветочек этот и опять сделался ромб ничего себе ага и уже так низко так я подумала что не за мной ли он экспедиция да ой смя говорит ага я там нужна да ну мало ли да ой слушай ну и я стою смотрю на него смотрю и думаю это точно за мной и он вдруг поднялся выше поднялся а там такая посадочка есть я ее всегда называла кучерявая посадка все все деревья такие кругленькие хорошенькие такие вот туда далеко подальше и вот значит это и он взвился прямо вот этот ромб взвился вверх и полетел туда у меня отлило от души думаю ой ну понятно ага и в это время ну подножить в это время Люда соседка еще третья пришла выскакивает Люда я говорю Люда если б ты знала что я сейчас на небе видела а Люда мне говорит Татьяна Константиновна ну у вас голова болит ну кому ты скажешь расскажешь да на чье-то хны как где-то какое-то сихотворение да ну я говорю а что ты-то тут мы дежурим а ты она говорит да мне председатель сказал что муж один раз не вышел вот так вот придешь да дежуришь за него ну я говорю иди домой у нас я говорю а где Александра Егоровна она говорит Александра Егоровна есть она в дальнем шалаше у нас было два шалаша в начале и в самом конце она говорит в самом последнем шалаше сидит ну ладно говорю Люда иди домой что ты тут третья будешь делать днем никто не порезет а это а ночью придут наши мужчины и они уходят да вот слушать и вот я значит пошла искать Александру Егоровну она грамотная женщина ей было 75 лет она работала старшим экономистом тут завод еще у нас есть то наш стрелочный а то еще какой-то там на городе забыла и вот она думаю чего-то она там усела да прихожу говорю Александра Егоровна что это такое она улыбается вы знаете говорит для канала вы знаете говорит я сказала что я отсюда не уйду сегодня почему я вам что-то хочу рассказать такое такое она улыбается так не смело а я говорю ну что почему вы не уходите отсюда а огород ее там в начале а тут мой она говорит я ей рассказываю вот такое 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 и полетел он туда только я подумала слава богу что он там как он опять взбился и сюда страшно страшно думаю ну это уже за мной точно и вот значит да она хохочет и говорит ну Танечка если вы мне рассказали то я вам тоже расскажу почему я тут сижу я пришла как всегда она раньше и я и я это а месяц месяц ну с утра еще да с утра да вот я смотрю а небо было замечательно чистое ни облачко ничего не было на небе понимаешь вот можно было как если там тучи придумать что-то самой да она говорит я смотрю что такое на этой стороне месяц и на той месяц я опять туда и там месяц и там месяц да что за черт говорит или у меня уже такую вот и вот мне так страшно она говорит встала и я сказала я сейчас пойду в шалаш осяду и не вылезу пока ты не придешь да и вот ну и вот она говорит что вот а потом из этого второго который вот тут тут он должен должен да а тут не должен так вот с этого месяц и из него вылазают еще 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 представляете он говорит страшно мне стало да и вот значит я смотрю во все глаза смотрю да что же это такое думаю у меня галлюцинация да а потом он ну это мы и видели даже вот и в кино он будто улыбается понимаешь половинкой да и и начал прятаться 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 друг в дружку и совсем спрятался и совсем исчез исчез и я говорит недоумение а у ней дочка она в горсовете работает она говорила мама хватит уже эти огороды и если я дома расскажу так она точно скажет мама бросай сиди дома ладно Татьяна Константиновна пойду я ой севочка я тебя отвлекла да ничего ты уже работаешь да нормально все вышел 13 будет летучее вы не хотите ну ничего что давление я вас привезу увезу ну чего ну девы больная все нормально приедете посмотрите вы слышите хорошо видите все равно хорошо ну давайте тринадцатого числа нет не знаю нет ну чего получите удовольствие ничего с давлением не будет спокойно сядете ну подумайте если что да так я тебе знаешь что не рассказал а вот этот наш сосед он полковник летчик ну и вот говорю ну вот Павел Данилович приедет меня сменять да и я с ним поговорю на эту тему да и я ему и вот смотри как люди реагируют видишь ты обыкновенно реагируешь да а он он полковник он на меня так посмотрел с ног до головы что это ну у меня тогда было я только пошла на пенсию 55 56 мне было 56 лет вот он на меня так посмотрел посмотрел потом говорит какой-то вопрос мне уже да думает закукуть что ли да Татьяна Константиновна значит что же он мне сказал без сомнения вы видели неопознанный летающий объект у нас у нас нет таких таких самолетов ну да чтобы так оно да чтобы он превращался из одного вида в другой да вот а здесь вот вот эту книжку я читаю вот про космос да так они тоже видели наши космонавты на Дальнем Востоке ты понимаешь на Дальнем Востоке я уже забыла этот город вот это и и тарелки летающие и два вместе два такие пузанка таких вот какие-то котелки какие-то видели там очень много и признали что это да это неопознанный летающий лес вот так вот он мне говорит а прежде он на меня так посмотрел эта бабка не сошла с ума то есть оценил да ну вот сказал что да вы знаете что у нас таких нет летающих объектов которые из одного вида в другой переход да Сева я бы хотела конечно ну подумайте вас привезу увезу от подъезда к театру от театра я еще тогда подумала когда ты говоришь то да ну может ну чего нет я плохо себя чувствую очень плохо очень плохо очень плохо я понимаешь на меня на меня мне уже нельзя вот люди шум вокруг музыка ну понятно давление да наверное оно не от давления а просто даже ну я тебе как уже уже от этого отвыкла отвыкла когда-то я любила очень театр я телевизором не пользовалась а любила жалко очень если надумаете говорите вот кто-то положил селедку хвост не селедку а рыбку свежую но они не знают что ты такое она не едят лежит может съедят ладно пойду я ну иди иди Продолжение следует...